Древняя индийская забава может стать обязательной для тульских школ. Шахматы и такой предмет предлагают нести в расписание учебных заведений. С предложения в Тулу приехал президент Международной Федерации Кирсан Алюмжиев. Аргументы в пользу этого вида спорта выслушала Анна Степанова. Белые начинают, но не всегда выигрывают. За простыми правилами сложная система. Доска в 64 клетки, а на ней развивается настоящее сражение. Есть и пехота, и конница. Борются, правда, не за шах или мат, а за логику, интеллект и критическое мышление. Игра для гениев или игра, которая может сделать гением. В московской школе 5 лет назад провели исследование. 32 недели ученики одного класса каждый день играли в шахматы. Остальные нет. Итог. За это время у юных шахматистов увеличился уровень IQ, креативности и навыков решения проблем. Сделать эту игру обязательным школьным предметом. С таким предложением в Тулу приехал президент Международной Шахматной Федерации Кирсан Алюмжинов. Он встретился с преподавателями школьных кружков, представил новые учебники по шахматам и начал убеждать. Шахматы не нужно ни стадионов, ни ледовых дворцов, ни дорогой экипировки. То есть взял шахматы из сундука, выточил, можно на улице играть, в помещении. Я когда в школе был в первом классе с одноклассниками, мы вот на подоконниках играли. То есть это самый дешевый спорт, а не нужно специального оборудования. Проект шахматы в школе в России стартовал два года назад. Первые участники – Москва и Ханты-Мансийск. Затем Белгородская и Липецкая области, Чуваша и Якутия. Только в столице школьники 100 учебных заведений на уроках играют в шахматы. В тульских школах скоро запустят факультативные занятия. Об этом Кирсан Алюмжинов договорился с главой региона Алексеем Дюмином. Тот проект, с которым вы выходите с инициативой, мы его поддерживаем. На сегодняшний день порядка 24 учреждения образовательных готовы участвовать в пилотном проекте. Среди предложений ввести шахматные уроки вместо третьего часа физкультуры. Но сначала этот вопрос будут обсуждать с родителями. Один из аргументов преподавателей – статистика. Шахматы – это десятки самых популярных видов спорта в России. Больше 500 тульских школьников занимаются ими профессионально. Они – победители мировых и европейских первенств.